так поселок городского типа безлюдовка харьковская область да у вас там место расположения такое рискованное аэропорт и окружная дорога рядом так без людовка ну готовится ваша ваш администрация так скажем к боевым действием как сейчас у вас там ну я так понимаю что в общем то относительно спокойно у вас но где-то громыхает периодически но но пока в общем то тихо уравновешено так все но где-то есть периодически зарпахает а как ближайшее время будет развиваться события у вас ну вашему поселку придется решать все вопросы самостоятельно никто не придет не поможет и принципе приближается время когда придет известие о том что на недалеко где-то от вас начинается боевые действия какая есть опасность для поселка а Продолжение следует... Продолжение следует... Что вот так вот рассказывают в разных регионах. Больше нужно бояться защитников своих, чем русскую армию. Как для ВСУ будет развиваться события в вашем поселке? Продолжение следует... Как бы они ни начали... Мародерствовать у вас в поселке. Плюс, скорее всего, строят еще какие-то военные укрепления где-то недалеко от вас. Ну, я понимаю, что маловероятно, что в самом поселке, но недалеко от вас строят военные укрепления серьезные. Но, в принципе, помощь им не придет. Так же, как и помните, я говорила, что вашему поселку помощь не придет. Они будут сидеть в своих окопах, не понимая, что дальше предпринять. Ну, и, соответственно, удастся благодаря этому сохранить инфраструктуру вашего города. Хотя, окопы, они роют, скорее всего, создают вокруг поселка оборонительную систему. Вот, господи, эти слова военные. И чем же в результате для ВСУ это все закончится? Они не успеют до конца все сделать, и в результате все бросят и уйдут. Как будет складываться для российской армии, уже язык заплетается, боевые действия в районе вашего поселка? Будет, скорее всего, извините, договоренность. Сначала будут за ними наблюдать, высматривать, что они там делают. Напрямую в лоб никто не пойдет. И будет договоренность, на которую, в принципе, согласятся ВСУшники и уйдут. Либо ждадутся в плен, ну, кто-то в плен сдастся, кто-то уйдет, все бросив. Но это само... Вот это вот момент, когда еще и слияние трех сил различных в российской армии. Оно вот поможет решить этот вопрос для российской армии положительно. Так что это не за горами, ребята. На всякий случай советую подготовиться, потому что... Ну, не избежать. Это данность. Хотим мы или не хотим, мы можем даже через интернет пытаться друг другу, там, волосы повыдергивать, глаза повыклыть. Бесполезно. Есть данность, есть ситуация, которая складывается, и мы хоть что хочешь сделать. Нам приходится только подстраиваться, чтобы выжить в происходящих событиях обычным гражданам. А эти вопросы все придется решать военным. Желаю вам мирного неба над головой. И чтобы действительно все у вас прошло легко, спокойно в этом поселок, где у мэра дочку украли, сволочи, СБУшники. Там уже людям выплачивают по 10 тысяч всем помощи. И гуманитарка приходит. Жизнь потихоньку налаживается. Я понимаю, что, скорее всего, конечно, непросто. Не бывает так, что хоп, и все получилось. Нет, так не будет. Но опять, еще раз повторяю, есть ситуация, как говорится, Рубикон перейден, мосты сожжены. Поэтому пока этот вопрос не будет решен до конца, когда военный не поставит точку на этом, на все. Нам, обычным, мирным жителям, придется просто терпеть и переживать любую ситуацию, что происходит. Терпение вам, здоровья вам и вашим близким, чтобы у вас все сложилось наилучшим образом. Если понравился расклад, ставьте лайки. Если что-то непонятно, задавайте вопросы. До новых встреч. До новых встреч.